Друзья, всем привет! Наверное, сегодня нет человека, который бы не слышал об эко-продуктах, эко-кожи или эко-домах. Но что же кроется за этой приставкой эко? Сегодня Форум Хаус решил детально разобраться, действительно ли эко-дома это так хорошо, или же это чистый маркетинг, чтобы увеличить стоимость объекта. Вместе с архитектором, который построил вот этот эко-дом, он по-настоящему эко, мы детально разберемся в данном вопросе. Друзья, знакомьтесь, это Анна, архитектор-дизайнер, у нее огромный опыт строительства домов из дерева и эко-домов. Анна, расскажите, пожалуйста, нашим зрителям, что такое эко-дома, велик ли на них запрос, или это чистый маркетинг, это как с эко-продуктами, которые просто стоят в несколько раз дороже, а польза от них такая же, как от традиционных продуктов. Эко-дом может быть как дом экологичный, в том плане, что у него все натуральные материалы, нету никаких вредных испарений от материалов и так далее, то есть он весь натуральный, природный. Также он может быть эко в плане, что он экономичный, то есть с какими-нибудь солнечными батареями, с экономией воды, с инженерными системами, с большими окнами в сторону юга, чтобы было меньше тратить электричества, отопления и так далее. То есть это как экономичный. И точно так же эко-материалами называют ту же самую эко-кожу, которая на самом деле дермантин. И эко, она по той причине, что мы как бы не навредили природе, когда мы изобрели, получили некий предмет, там интерьер или дом. В этом плане деревянный дом, любой, да, он может быть из бруса, из бревна, может быть каркасный, он экологичный, как с точки зрения экологии, в смысле натуральных материалов природных использованных. Также из бруса и бревна дома, они еще и экономичные, потому как мы не делаем специальную какую-то отделку, не нужен утеплитель, не нужны какие-то дополнительные конструктивы. То есть дом просто собирается целиком из дерева, быстро и экономично, еще в том плане, что нету длительных сроков строительства. Много сегодня настоящих эко-домов, а не домов, которые просто продаются с повышенным ценником? В Европе, да. Я думаю, что в Америке тоже у нас. Сейчас в основном это именно маркетинг, это как то же самое эко-молоко там и так далее, всякие продукты. В основном люди покупаются именно на... это некий бренд сейчас, эко. Вы нас пригласили вот на этот объект, этот дом вы построили несколько лет назад. Он эко? Он эко, да. Ну, эко по той причине, что он деревянный. Все материалы внутри и снаружи натуральные. Но не скажу, что он очень экономичный. Анна, как обывателю понять, перед тобой действительно эко-дом или это просто маркетинг? Вот какие вопросы ему нужно задать продавцу, чтобы понять, что перед ним? Ну, в любом случае, если это не деревянный дом, как здесь там видно, нужно задать вопросы, что там внутри. Попросить, соответственно, документы, да, например, как в этом доме. Мы видим, что дерево, но мы не знаем, что здесь использовано очень экологичный клей для бруса, специальный, без формальдегидов и прочих вредных вещей. Мы этого не можем узнать. То есть для этого надо спрашивать сертификаты. Плюс кровля, например, здесь минеральный утеплитель, пожаробезопасный, там с кучей всяких свойств, там, влага, пароизоляция и так далее. Тоже его не видно. То есть на это тоже надо попросить сертификаты. Какой фирмы кто монтировал, да? У нас тут были сертифицированные кровельщики специальные, мы их приглашали. Вот, то есть надо побольше узнать именно про начинку того, что не видно, что мы не можем пощупать и понюхать снаружи. Сертификаты всегда есть? Да, при строительстве обязательно, при покупке всех материалов нужно их запрашивать. Если вы сами строите дом, выяснять, что конкретно за материал и запрашивать все сертификаты. Сегодня запрос на эко, он такой же, как был 10 лет назад, но именно в плане строительства домов, потому что 10 лет назад все хотели жить в деревянном доме, и он по определению считался эко. А как сейчас? Ну, это был такой бум, мода, да. Сейчас, естественно, люди строят себе дом не на 5 лет. Кто живет, все довольны и продолжают радоваться, что они сделали такой выбор. В плане нового строительства сейчас меньше интересуются заказчики, но в целом есть просто поклонники деревянного строительства. И я считаю, что для дачи это вообще 100% самый лучший вариант. И вот у меня дача, например, из дерева, но дом, в котором я хотела бы жить, я бы его строила уже не из дерева. Ну, теперь, пожалуйста, расскажите побольше о данном объекте, вообще, насколько он дорого обошелся. Точно могу сказать, что сама конструкция дома стоит не так дорого, как может показаться, потому что делается проект в компаниях, которые продают клееный брус, они делают прямо натуральный, как лего, инструкцию. То есть каждый брус подписан и собирается дома, ну, небольшой раз, там, три меньше, чем этот. Да, он собирается за две недели, и собрать его могут просто там 4-3-4 парня, у которых руки просто есть, и они физически сильные. В этом плане он недорогой именно как в плане строительства. Понравился ролик? Ставьте лайк, подписывайтесь на наш канал, и не забудьте нажать колокольчик, чтобы быть в курсе всех новых видео на Форум Хаус. И мы всегда рады вашим комментариям. И сама идея дома, это была мечта заказчика. Он придумал этот дом, он родился в его голове, когда он со своей любимой женой лежал посреди комнаты на полу, они еще были студентами, и он говорит, я вот построю тебе потом дом, и они фантазировали его, придумывали. Настал тот волшебный день, когда мы все-таки это сделали. Я сама очень, из всех своих загородных домов, которые строила, этот люблю больше всего. Я очень люблю симметрию, он парадный, у него большие террасы. Он красиво смотрится с любой стороны. Мне нравится, что он вот этой большой террасой, выходом из дома, да, парадным. Он смотрит на участок, солнышко здесь всегда в эту сторону. Вот, мне очень нравятся контрастные все вообще сочетания, что он темный, коричневый, такой благородный шоколадный цвет с красивыми белыми окошками, они такие нарядные. Окна, говорят, глаза дома. Вот здесь это очевидно проявлено. Вот, мне нравится, что он большой, что у него есть второй свет внутри, что у него большие пространства, комнаты. Этот дом полностью построен из дерева. Естественно, наверное, самый такой важный вопрос – качество дерева. Вот, опять же, как не прогадать? Потому что я знаю, что очень много есть некачественного бруса на рынке. Это правда, поэтому в этом случае я считаю, что нельзя экономить, потому что, ну, выйдет это в себе дороже. Это даже скупой платит не дважды, а четырежды по сумме того, что можно потерять. Поскольку это клееный брус, вообще это высокотехнологичный материал, делается из спиленных досок склеенных, вот, то тут очень важен именно и клей, да, с которым они склеиваются, эти доски, и сама древесина. То есть он должен быть очень хорошо высушенный, правильно по технологии склеиваться, он должен определенное время пролежать. Поэтому в этом случае я считаю, что надо выбирать обязательно компании, которые давно на рынке, которые себя зарекомендовали, которые за свою репутацию работают и не будут никогда поставлять плохой материал. Вот, то есть что-то купить где-то на пелораме, из этого собрать, категорически не рекомендую. Также на брус, как и на любой другой материал, должны быть сертификаты и гарантия обязательно. И по инструкции, если его эксплуатировать, которую дает производитель, соответственно, все должно быть хорошо, дома стоят из дерева веками. У клееного бруса самое главное преимущество, что ему не нужна отделка, то есть это та же самая экономия, мы только его красим, пропитываем маслами, как в данном случае они натуральные, тоже экологичные и пожаробезопасные. То есть в этом плане мы экономим на том, что мы не используем утеплитель, мы не используем внешнюю и внутреннюю отделку, и мы просто вкладываемся деньгами в том, чтобы этот брус сберечь, сохранить, чтобы его не ели жучки, чтобы он не выгорал и не облизал под дождем и под снегом нашим российским. У нас климат суровый. Также у клееного бруса есть огромное преимущество, что здание не деформируется, то есть усадка там до 1% только происходит, и ничего никуда не едет, но при этом дом живой. Я слышала, что хорошие производители клееного бруса, они всерьез занимаются его обработкой, и в результате материал становится огнестойким. Это правда? Да, все-таки дерево есть дерево, и люди боятся того, что дом их деревянный может загореться. Поэтому производители обрабатывают древесину специальными растворами, антипирены они называются, и они предотвращают распространение огня по клееному брусу. Почему еще наши люди любят деревянные дома? Потому как в них всегда летом прохладно, а зимой очень уютно и тепло. Так или иначе, у каждого материала строительного есть какие-то свои недостатки, пусть небольшие. У клееного бруса тоже что-то есть? Да, конечно. Если оценивать его изначально по стоимости, то он дороже, чем не клееный, да, цельный брус. Но если посмотреть чуть вперед и посчитать, сколько будет стоить его отделка, чтобы его там отшкурить, покрасить и так далее, этот материал, он готов для этого. То цельный брус надо еще сначала обработать. В принципе, получится та же самая цена. Также, если все-таки клей вдруг оказался некачественным, то через какое-то время, не сразу, может быть, через год, два, пять, он может начать расслаиваться. Анна, вы уже сказали о том, что этот дом строился в несколько этапов. Примерно сколько времени нужно на возведение такого дома? Кстати, какая здесь площадь? Триста сорок три квадратных метра. Возвести каркас, но это месяц, не больше. Вот собрать именно коробку. Плюс окна, да, причем плюс тоже каркасного дома, если есть проект, а он всегда есть для каркасного дома, все проемы окон тоже известны, их можно заказать заранее. Ну, месяц максимум тоже на окна, плюс привезти их, поставить. Дом покрасить тоже, смотря сколько народу, да, ну, средняя бригада, ну, недели за две дом тоже красит полностью. Пару недель там на кровлю. И если спланировать бюджет? Если спланировать бюджет, спланировать все работы по проекту, все сделать график и финансирование, да, чтобы все было и все пошло хорошо, то такой дом можно за пару месяцев построить под ключ. Все-таки сколько денег нужно, чтобы построить дом из клеяного бруса? Я могу сказать на примере небольшого дома, ну, в котором можно жить, да, там, полноценно, не как дача. То есть метров 130-140, двухэтажный дом под ключ, брус и его возведение в районе 2,5-3 миллионов можно уложиться. Если готовый проект купить, да, не делать его заново. Расскажите принцип внутреннего устройства такого эко-дома. Конкретно здесь большие в этом доме площади, парадные, много простора, да, мы попадаем в дом через прихожую. Там же расположена котельная, где располагается котел, который отапливает весь дом. Далее мы попадаем в холл с лестницей на второй этаж. Здесь у нас гостевой санузел, баня, да, внутренне в доме, столовая с кухней и большая гостиная, вот, в которой мы находимся сейчас. На втором этаже две спальни, также на первом есть одна гостевая. На втором две спальни и два санузла. Так как мы начали наш сюжет с эко-домов, да, именно с этой тематики, а именно внутренние устройства, окна, энергосбережения, расскажите об этом, что здесь говорит о принадлежности к экологичным домам. Внутри тоже здесь все экологичное. Окна у нас деревянные, энергосберегающие. С внешней стороны они покрыты зеркальным покрытием, чтобы удерживать тепло в доме. Во всех санузлах каменная мозаика, керамика вся натуральная, ну, санфоянс. Полы здесь натуральный массив, на кухне плитка из натурального камня и сланца. То есть здесь внутри и вся отделка, стены, потолок, все деревянное, то есть все материалы натуральные. Все внутренние перегородки, не несущие, да, они тоже возведены из дерева. К чему должен быть готов хозяин? Хозяин должен быть готов к тому, что его надо протапливать. Он все-таки большой, у нас здесь второй свет, очень высокий потолок, все это нужно протопить. В этом плане деревянный дом, это, конечно, благодарный дом, он держит тепло очень долго. Вот, но все-таки себестоимость обслуживания такого дома, участка, территории будет выходить в приличную сумму. Скажите, а если бы мы сейчас были там в другом доме, да, из другого материала, там было бы так же, ну, относительно прохладно? Или там было бы очень холодно? Было бы очень холодно, все-таки дома все лето он прогревался, сейчас он уже пару месяцев остывает. Ну, в общем, сейчас мы держимся на естественном, да, таком? Да, то есть сейчас здесь чуть-чуть холоднее, чем на улице, если там солнце, а так в целом здесь относительно тепло. Если бы дом был кирпичный или монолитный, мы бы уже с вами тряслись тут. Можно ли построить экологичный дом самому? Я думаю, что нашему русскому человеку вообще ничего не страшно, он может построить любой дом. Первое, что нужно сделать, это в любом случае нарисовать проект. То есть в первую очередь учесть все площади, учесть потребности семьи, учесть то, как семья будет расширяться, сколько может приехать гостей и родственников, как семья будет расти и будут меняться там с возрастом, увлечения и так далее. Прописать историю своего идеального дома до конца жизни, да, например, если вы строите дом, там, ротовое гнездо. Потом распланировать, естественно, его по финансам. В какой-то степени я считаю, что лучше поднакопить, да, некую сумму, чтобы понимать, что вот с этими деньгами я могу закрыть, да, там, контур дома, сделать кровлю, сделать окна, и мы там годик поживем на мебели, которая у нас там осталась, например. Вот, но растягивать на многие годы стройку я не советую, потому что это архи невыгодно. Вы будете платить за участок, вы будете платить за обслуживание, вы не сможете в этом доме жить, вы будете жить где-то еще, платить за другое жилье и так далее. Поэтому я считаю, что самое главное – это план, подготовка, планирование всех своих сил и ресурсов, и в бой все будет хорошо. Понравился ролик? Ставьте лайк, подписывайтесь на наш канал и не забудьте нажать колокольчик, чтобы быть в курсе всех новых видео на Форум Хаус. И мы всегда рады вашим комментариям. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!